Приветянные граманы! Роман и граман со своим брателлой по РП у аппарата. И сегодня в честь 12 апреля в Парандае будут проводиться съемки фильма, небольшой такой фильм про полеты Гагарина в космос. Если вы еще не знали, то Юрий Гагарин, самый первый человек в мире, который совершил путешествие в космос. Вот такая вот гордость Советского Союза. До него в космос, еще дополню, летали животные, две собачки, Белка и Стрелка. Даже был мультик про них, что-то Белка и Стрелка, какая-то там семейка. Довольно прикольный, добрый мультик, я его смотрел в детстве, сейчас его вроде бы по ТВ не крутят, по телевидению. Так вот, я забрал из Лаптары актеров, а мой друг Сергей собрал из Ситумышей декор. Я поеду через Заурье, а Серый поедет через Елсы. На данном мероприятии, которое будет проводиться вечерком, ну как вечерком, уже ночью, можно сказать, 22.00, 10 часов ночи, будут соблюдаться все меры предосторожности, чтобы не заболеть, сами знаете чем, дистанция будет, стулья расставим, дистанция где-то в метр от 4, говорят, можно там 2-1,5, но эпифилактики 4. Фиг знает, сколько этот мутированный вирус может передаваться от человека к человеку, на какой дистанции, поэтому лучше перестраховаться. Это же видео, но от лица Сергея вы сможете увидеть в правом верхнем углу экрана, также просто ссылка на его YouTube канал Сергей Ворлд будет в описании. Также немножко информации из Википедии про данный день космонавтиков. Он отмечался сначала в СССР, потом в России и других странах подсоветского пространства 12 апреля, установленное в ознаменовании даты первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Облёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минуты. И в Советском Союзе праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР, а 9 апреля 1962 года отмечается под названием «День космонавтики». Этот праздник установлен по предложению второго летчика космонавта СССР Ермана Титова, который обратился в ЦК КПСССР с соответствующим предложением 26 марта 1962 года уже. В этот день же отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Согласно протоколу П-17, наверное, пункт 17, напоминаю, читаю из Википедии, 61-й Генеральной конференции Международной Авиационной Федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года. И решению Совета Международной Авиационной Федерации принято 30 апреля 1969 года по представлению Федерации Авиационного Спорта СССР. А данная РП, премьера, уже подходит к концу. Спасибо огромное, что досмотрели этот видос. Вам огромный респектос. И с вами я прощаюсь. И говорю вам всем, до свидос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok